Музыка Подказали ноги, не могу идти. Лежу около дачи. Психологически не все выдерживают вот так вот найти труп. Бабушек в колодцах находили. Мы находили абсолютно голых людей. Предупредили сразу, да, что опасно. Берите людей, мужчин, они сорвутся, надо будет, и ночью поедут. Любой человек – это на вес золота. Антон Ибраилов. Координатор поисково-спасательного отряда «Доброспас Омск». Работает волонтером с 2015 года. За время работы участвовал в более чем сотне поисково-спасательных операций. В поисковике я пришел, это случай, такой прям, не знаю, как в сказке, наверное. Увидел просто объявление, что требуется на поиски люди. И, скажем так, вот что-то внутри вот екнуло, сорвался, поехал на место сбора. Там мне вот объяснили, что нужно делать в составе группы, вот выдвинулись на место поисков. Это была весна даже, скажем так, это был март-апрель, ранее такая весна. Ну, было еще холодно, еще лежал снег. Это был молодой человек, ему было 33, наверное, 34 года, я сейчас точно не вспомню. На дачах стало плохо, ему отказали ноги. Он позвонил отцу, сказал, ну, отказали ноги, не могу идти, лежу около дачи. Ну, к сожалению, не смог объяснить, у него села батарейка на телефоне, и все. И искали мы первые сутки, я помню, вот это было в 3 часа дня, у нас был сбор. После этого мы поехали на место, где искали. Долго искали, до темна, вот до последнего искали, к сожалению, не нашли. Через 2 или 3 дня мне позвонили координаторы, предложили еще раз проехаться, поискать по этим дачам. Вот второй раз мы на поисках уже нашли его, но, к сожалению, погиб, парень жалко было. Придя домой, у меня какое-то опустошение такое было внутри, что нет чувства выполненного долга, вот так вот скажем. Может быть, люди ожидают немножко другого, приходя на поиски, ну, там, найти здорового человека. Ну, не всегда так получается, к сожалению, бывают летальные исходы. И не у всех, просто психологически не все выдерживают вот так вот найти труп. Я тогда не понимал, наверное. Я был немножко, знаете, скажем так, в шоке. Я просто после этого случая очень долго обдумывал все эти моменты, думал про этого человека, думал, что вот могли же и успеть найти живым. Но, к сожалению, вот так вот получилось. Ну, тяжело немножко было, тяжело. Но я с ФИКСа, мне помогли координаторы, которые были на тот момент в группе. Они мне сказали одну хорошую фразу такую, что мы поисковики, мы не должны зацикливаться на вот этих людях. Да, погибли, жалко, но если мы будем думать о каждом, мы с ума сойдем. Поэтому, ну, я отпускаю это сразу. Дальше меня как бы стали звать чаще-чаще, и так и остался в этой группе. По образованию я техник по строительству мостов. Побывал на таких крупных объектах, как мост на остров Русский. Строил в Сочи вот эти вот олимпийские объекты. Ну, много где побывал в Москве, побывал на большой развязке около Москвы-сити. Сейчас вот я работаю прорабом в питерской фирме, которая строит у нас здесь, в Омске. У всех этих людей, которые находятся в этой группе, у них есть основная работа. Кто-то работает крановщиком в башенном кране, кто-то прораб, кто-то менеджер по продажам, кто-то там таксист элементарный. Да, даже есть такие студенты, которые учатся на актеров. Вот так вот. Это не оплачивается. Все добровольно, на добровольных началах, выезжая на поиски. То есть мы сами себя заправляем, да и как бы зарабатывать на этом деньги, мне кажется, это неправильно. Мы будем рады любому человеку, который придет к нам в группу. Любой человек – это на вес золота. Мы никогда никого не прогоним, мы всем будем рады. Всякое было, конечно, и негативные отзывы были, хотя в таком деле вообще как могут быть негативные отзывы? Понимаете, то есть мы выкладываем пост о поисках, там, ну, срочные поиски. Это вот прям случай, буквально свежий, вот на той неделе был, когда у нас мальчик потерялся в другом районе. Мы выкладываем пост о поисках, срочно собираем группу, а люди еще там ВКонтакте, в Одноклассниках так негативно отзываются. Типа, вот, только пост выложили, уже выезжать надо хотя бы заранее. А как заранее? Понимаете, это диванные войны. Они не понимают вообще, наверное, что творится в этом мире. Я просто не знаю, как обосновать это все. Их точки зрения. В таком деле еще негативно отзываться. Это, наверное, катастрофа. Известия мы обычно получаем, это от полиции. Мы тесно сотрудничаем с уголовным розыском, со следственным комитетом. И все наши заявки идут через них. Нет, конечно, бывают случаи, что и родственники сами обращаются, но если не написано заявление в полицию, мы сразу отправляем людей. Первым делом, что они должны сделать, это написать заявление в полицию. Потому что ситуации бывают разные. Может, жена там ищет мужа, который алименты не платит. И искать такого человека, ну, не имеет смысла. Так все идет через полицию. Если это поиски на местности, то они указывают на местность какую. Мы выезжаем туда и начинаем сами поиски. Смешно смотреть американские фильмы, где в главной роли поисковики в обмундировании, там, тяжелые сумки у них, там, смотришь, сумки, там, веревки, там, еще какое-то, там, не знаю, поисковое обмундирование. Он там спокойно так одевает, идет. Я вам сразу скажу, это все не правда. У нас такого здесь, это просто невозможно. В наших буреломах, в нашем лесу бывает такое, что лежит дерево, и, допустим, если человек упал у него, а ты будешь идти по ту сторону дерева, ты его уже не увидишь, этого человека. Поэтому, да, там, три, ну, четыре метра разбег между людьми, и все, в шеренку, и вперед из песни. Первым делом это паника всегда. Человек начинает паниковать, и никогда не надо этого делать. Паника это всегда мешает. Человек начинает делать какие-то поступки, может, в панике непонятные, даже, может быть, и нам непонятные, там, скинуть себя в верхнюю одежду, там, допустим, какой-нибудь тулуп, тот же теплый, что-нибудь. Вот, кстати, был такой случай, что, допустим, парень потерялся, он там скинул тулуп, там, рубаху скинул. Наверное, в этом проявляется паника. Допустим, если человек начинает замерзать, первое, что он делает, как бы это странным не было, у него начинается агония, он начинает снимать с себя всю одежду, как бы это странным не казалось. И вот у нас такие случаи были, что мы находили абсолютно голых людей, то есть замерзших. Это учеными доказано, что когда у человека начинается вот агония, вот это вот, он начинает замерзать, у него вот прилив вот этой вот крови, горячий, ему наоборот кажется, что жарко. Все снимает и замерзает от переохлаждения. Мы работаем больше по городу. Очень часто вот у нас поиски проходят именно в Омске в самом. Ну, все районы охватываем, но если нужно будет, мы в любой район выйдем. Весной, да, больше дети. Начинается вот это весеннее обострение, ранняя любовь. Там убежали, там убежали, там убежали, полиция ищет их. Где-то нас просит помощи, там, ориентировочки расклеить или просто по интернету разослать. А так все пропадают. И женщины, и мужчины. Не знаю, наверное, психология такая у человека, что если ребенок, надо всем идти. Если женщина, это будет поменьше. А если мужчина, то можно вообще мало народу набрать. Основная группа поедет, только и все, там, 15 человек, 20, все. Люди не понимают, что... Это неправильная точка зрения у людей. Они не понимают, что человеку может плохо стать. Он где-то может упасть элементарно. В городе проще собрать людей, потому что не надо далеко ехать, скажем так. У кого-то дела, кто-то работает, кто-то, может, с работы быстренько сорвался, там, на машину прыгнул и приехал. А за город всегда тяжелее собрать людей. Ну, специфика... Конечно, в городе это просмотры, там, допустим, тех же подъездов. Обошел по подъездам за гаражами, посмотрел. А в районе, скажем так, приходится уже и по буреломам полазить, и по канавам каким-то. Но в городе тоже много интересного происходит. Допустим, если у человека потеря памяти, он же может находиться и с лицами без определенного места жительства. То есть приходится иногда и по коллекторам полазить. Такие случаи были. И как бы много коллекторов знаем уже по нефтяникам по всему городу. Первый раз поиски проходили в прошлом году. В конце прошлого года вот такой вот случай был, что полиция как бы попросила помощи пройтись по таким местам. Предупредили сразу, да, что опасно. Берите людей, мужчин, там, чтобы не один человек, скажем так. Но, скажем так, ничего опасного мы там не нашли. Люди откликаются, даже бомжи, скажем так. Выходят на связь, то есть мы показываем ориентировки. Они, ну, там, то есть видели, не видели. Если увидим, скажем, даже позвоним, бывает и такое. Я как бы сам удивился, спрашиваю, откуда у вас телефоны-то. А у нас, говорит, все есть, и телефоны есть. Если надо будет, мы свяжемся с вами. У нас есть женщина одна, которая недавно к нам присоединилась тоже. У нее сын, к сожалению, вот так же пропал, и потом его нашли. С летальным исходом, конечно, жалко очень. Вот она сейчас занимается этим. Разных бывают истории. У нас девочка, допустим, с двумя детьми оставляет на мужа. Ей нравится это дело. Она, как бы, тоже давно этим занимается. Оставляет детей на мужа и вперед на поиски. Там, передают родителям детей своих. Кто-то даже есть с семьями. Там, муж, жена, они вместе с нами. Объединяет всех этих людей, это не безразличие, наверное. То есть, в любой момент они могут сорваться. Ночью, днем. Они все прекрасно понимают. То есть, не каждый может себя заставить в свой единственный выходной поехать на поиски. А им не безразлично. Они сорвутся. Были случаи, детей ночью искали. И это, наверное, самая главная их черта. То, что они не безразлично относятся к этому делу. Субтитры создавал DimaTorzok